МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы в курсе, что открывшийся в Сочи кинотаврик не только фестиваль искусств, но и фестиваль добрых дел? В нем участвуют юные дарования из детских домов, школ, интернатов. А в общем, 700 талантливых детей. Здравствуйте, я Инга Габеша, и на канале ФКТ время программы в курсе. В этой студии мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех сочинцев. Вокальные и хореографические конкурсы, мастер-классы от членов жюри, кинодебюты и вместе с этим благотворительные проекты. Все это кинотаврика привезла самый популярный детский фестиваль в Сочи первая русская красавица, покорившая мир, президент кинотаврика, президент благотворительного фонда «Спешите делать добро» Оксана Федорова. И наш гость сегодня, мисс Вселенная, президент международного детского фестиваля кинотаврик Оксана Федорова. Оксана, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, 17-й кинотаврик. Говорят, он стал больше и шире. За счет чего? Ну, мы каждый год стараемся сделать его интересным, наполнить новыми событиями, новыми людьми, новыми идеями и мероприятиями. Три года я участвую в качестве президента кинотаврика. Вот в 15-й юбилейный год я стала президентом кинотаврика. И каждый год я стараюсь, чтобы он менялся, чтобы он был интересный, чтобы родителям вместе с детьми у них появлялся новый опыт, новые интересные встречи, тематические вечера, мастер-классы. И, конечно, этого сами дети хотят. И, безусловно, наверное, самым главным для меня было сделать, чтобы кинотаврик был не только фестивалем искусств, но и фестивалем добрых дел. И у нас в первый год, в 15-м году мы были в Доме малютки вместе с участниками фестиваля. И мы стараемся привлечь детей к добрым делам, благотворительности, и чтобы они не только выступали на сцене, но и как-то были причастны и сами даже к такому волонтерскому благотворительному движению. В этом году у нас высадился в Сочи десант здоровья. У нас поменялись члены жюри, новый состав. В этом году поменялся наш главный приз, гран-при. Ну, и мне кажется, что вот та картинка, которую мы воспроизвели на сцене, она получилась очень красивой и интересной. И смотрится вот так как-то свежо. Потому что год экологии. Мы хотели эту тему тоже внедрить в наш фестиваль. У нас все цветами украшено. И вот заставки на сцене такие. И надо сказать, что... Почему еще фестиваль становится лучше и шире? И, конечно, меняется состав участников. Охватываются новые регионы. Потом уровень выступлений повышается, что тоже немаловажно. Больше людей приходит посмотреть на конкурсные дни, потому что пять дней идут конкурсы, помимо открытия-закрытия. И, конечно, детям всегда приятно выступать, когда смотрят их выступления. И в этом году очень много желающих. Вот мы раздаем билеты городу, в школы, в разные департаменты. И смотрят, приходят, болеют за детей. Так что вот так вот всеобщими усилиями мы делаем его заметным и значимым. Конечно, нам помогают средства массовой информации. Вот. Уже не первый год мы приходим. Делаем и новостной блог. И, в общем, спасибо тоже за это. Действительно, безумно интересный фестиваль. Да, дети все в восторге. Мы общались, ты уже брали у них интервью. И, ну, все же, каково быть с президентом детского фестиваля искусств? Как вы уже сказали, три года вы его возглавляете. Насколько это ответственная миссия? Все, что связано с детьми, всегда ответственно. Потому что дети – это та такая нежная, очень трогательная субстанция, с которой нужно правильно и грамотно работать. Безусловно, мне, как человеку, имевшему большой опыт в работе с детьми, в детских программах и в помощи детям, мне было особенно приятно возглавить детский фестиваль, получить и такой опыт. И, наверное, спасибо большое Марку Григорьевичу, кому пришла такая идея в голову. И вот мне очень хотелось еще в те годы позвать его в состав жюри, потому что он всегда открывал фестиваль, а в этом году наша мечта осуществилась. Он у нас председательствует в жюри, и это было родителями воспринято очень хорошо, потому что все-таки 15 лет он был главой фестиваля, и это его детище. Поэтому это действительно ответственно. Но в то же время это очень интересно, и мы сами многому учимся у детей, потому что они иногда раскрываются совершенно по-иному, и в них такой присутствует запал и заряд энергии. И, конечно, понимаешь, что вся работа проделана не зря. В любом случае с молодежью нужно общаться. Они тоже открыты для новых знаний и сами могут дать нам почувствовать себя детьми в какой-то степени, потому что это всегда очень приятно. Не каждый раз такое происходит, а вот это именно этот период у нас недельный. И мы в какой-то живем такой интересной творческой атмосфере. В планете детства. Да, в планете детства. И видим действительно, что много талантливых детей. И, конечно, многие лауреаты нашего фестиваля участвуют и в других федеральных конкурсах, и выступают на телевидении, и это очень здорово. Узнаем их, и, в общем-то, конечно, хочется, чтобы каждый ребенок нашел свое место, состоялся и обрел профессию. И вот детство, наверное, это то время, когда ты можешь совершенно, не думая ни о чем, воплощать все, чему ты научился на сцене. Вот. И этот момент, наверное, не нужно упускать. Да и родителям интересно всегда смотреть за своим ребенком. И во многом они его по-другому начинают видеть и чувствовать. Потому что иногда дети не слушаются своих родителей, а слушаются педагогов и наставников. Поэтому это для родителей тоже поучительный момент. Для всех опыт. Да. Действительно, Кинотаврик считается не только фестивалем искусств, но и добрых дел, наверное, потому что в нем, в том числе, участвуют особенные дети. А задача Кинотаврика – объединять. Получается, сглаживать эту разницу между юными дарованиями? Мы к этому стремимся, конечно. И вот все эти годы на фестивале всегда присутствовали. Пусть не в таком большом количестве, но особенно и дети. И, конечно, в мире искусства на сцене нет ограничений. Вот ребенок нормальный или ребенок с ограниченными возможностями. Иной раз сцена показывает, что у такого ребенка совершенно неограниченные возможности. Поэтому мы наблюдали, как дети с синдромом Дамма танцевали так и получали гран-при, как никто из участников на тот момент. И это было очень здорово, насколько они хотят. Им тоже нужно творчество. Они тоже хотят проявлять себя и развиваться. Поэтому другие дети должны соотносить, как-то они должны проявлять и терпимость, и милосердие. Это воспитывает и в них, и доброту. И, мне кажется, очень многие программы, даже телевизионные, на это нацелены. Особенно сейчас. А мне радостно, что мы это никогда не оставляли. Просто в этом году действительно таких детей больше. И это хорошо. Мы не должны проводить грань между особенными детьми и обычными детьми, у которых физиологически все хорошо. Поэтому очень много талантов. И мы отметили Геру Арестову. Я знаю, что она принимала участие в различных конкурсах. И вот в этом году приехала на наш кинотаврик. Мечтает очень поступить в консерваторию, в училище. И мы ее хотим пригласить в Москву, пригласить в консерваторию, в училище, да, при консерватории, чтобы она, ну, помочь ей поступить. И также, чтобы она приняла участие в нашем музыкальном конкурсе, который мы проводим вместе с фондом Чайковского, конкурс современных композиторов. Это будет в декабре, так что будем рады ее видеть. И это действительно девочка вот нас поразила, хотя она на коляске. Поэтому, на мой взгляд, не нужно ставить какие-то барьеры. И понятно, что обычных детей, безусловно, больше. Но вот мне кажется, это очень хорошая традиция, которую взял кинотаврик изначально. И вот, и продолжает ее вести, и особенные дети чувствуют себя, мне кажется, в нашей фестивальной атмосфере очень комфортно. Действительно, на сцене кинотаврика все равны. Здорово. Спасибо. И еще, Оксана, один из главных ваших проектов – это благотворительный фонд «Спешите делать добро», который в рамках кинотаврика проводит в нашем городе массу акций, полезных и самому городу, и конкретным детям. Как вы сказали, вы посещаете наш дом малютки, поддерживаете детей-сирот, помогаете больным юным сочинцам. В этом году в рамках кинотаврика высадился в нашем городе целый десант здоровья, о котором вы уже упомянули. Но расскажите подробнее, с какой целью? Десант здоровья, да, состоит из 13 врачей, которых мы привезли из Москвы. Мы сотрудничаем с клинической детской больницей имени Башляевой в Москве. И вот буквально перед отъездом в Сочи, перед кинотавриком, родилась эта идея высадить десант здоровья, чтобы, поскольку на наш фонд очень много приходит писем с просьбой о помощи, с просьбой о диагностике, не всегда могут попасть, допустим, в квалифицированным врачам. Я знаю, что в Сочи врачи очень хорошие, и сама неоднократно к ним обращалась, но, тем не менее, иногда зачастую охватить такое количество детей не всегда возможно. И вот мы решили попробовать привезти врачей, и действительно, эта акция была очень востребована. И более 600 детей прошли обследование, и в том числе где-то около 80 детей приглашены в Москву для оперативного лечения и для более глубокой диагностики. Вот в этом был смысл. И очень здорово. Также у нас есть подопечные из 17 городов России, вот, также и в Сочи есть. Я очень хотела с ними встретиться, потому что мы специально проводили марафон Бобра недавно. Собирали на коляску для мальчика одной семьи сочинской, вот, и люди откликнулись, и мы привезли коляску, погуляли в парке фестивальном, в фестивальном сквере, вот, поговорили. Потому что всегда, когда ты знаешь ситуацию в семье, когда ты знаешь родителей, совершенно по-другому идет работа и отдача. Ты уже сам, как бы, лично участвуешь. И потом еще у нас Ирина Дудецкая есть, тоже поедет на более глубокую диагностику в Москву. Вот, и мы стараемся держать контакт с семьями, которые, вот, попали в поле нашего зрения. Так что мы очень рады, что у нас, в принципе, плодотворная складывается работа. И я знаю, что здесь очень много фондов, которые работают и также помогают детям. Но все равно помощь нужна отовсюду и любая. Действительно, в нашем крае действует очень большое количество благотворительных фондов. Вот один из них – Край добра. Возможно, что-то слышали о нем. И вот вообще, насколько важно, что существуют такие фонды, которые помогают своим землякам, как вы думаете? Мне кажется, в каждом регионе есть организации, есть люди, благотворители, которые активно участвуют в жизни. Кто-то публично, кто-то не публично. Многие случаи мы не можем знать, поскольку они сокрыты от большого количества людей. Есть фонды, которые активно помогают, и все знают эту деятельность. Я слышала об этом фонде. Насколько мне известно, это врачи активно задействованы. И в помощи помогают детям, которым нужно лечение, сложное лечение. И, конечно, нужно помогать государству, потому что благотворительные организации, они берут на себя социальные функции, которые, допустим, не в состоянии взять государство. Мы друг к другу должны приходить на помощь. И государство тоже много делает в этом направлении. Но есть моменты, которые действительно более оперативно и быстрее решает благотворительный фонд. И фонд консолидирует людей, которые хотят помочь. Есть разные программы, по которым работают фонды. Есть разные направления. Поэтому и государство нам в помощь. И мы сотрудничаем по некоторым программам с государственными органами и учреждениями. И также мы, выполняя свою социальную функцию, как публичные люди, тоже помогаем. И стараемся помогать государству. Поэтому очень важно своим соотечественникам приходить на помощь. И, конечно, я знаю, что в здешнем регионе, в Сочи, не так много таких учреждений. Но, тем не менее, они есть. И коррекционные какие-то истории. Это очень радует. Все-таки хорошо. Есть определенные коррекционные школы под патронатом. В данном случае у Елены Николаевны Пахомовой. И также с ней мы проводили беседы, встречались. И она рассказывала о своем фестивале и деятельности. И мы знакомы с ее деятельностью тоже. Поэтому мы должны объединяться, чтобы как-то вместе делать добрые дела. И помогать своим согражданам. Но нет людей, которые не хотят помогать. Я абсолютно в этом убеждена. Просто не все имеют такую возможность. И сегодня, конечно, большинство людей нуждаются в помощи. И лишь маленькая часть людей может помогать. Поэтому спасибо тем, кто понимает, что я могу помочь, я хочу помочь. И делает это. Вот это здорово. Как к этому можно относиться? Я многих меценатов знаю лично. Я сердечно им благодарна. Но я хочу сказать, что немногие и занимались меценатством до недавнего времени. Они как-то приходят к этому со временем. Что-то их цепляет. То ли какой-то передача, которая идет на вашем телеканале. Или благотворительные аукционы, которые мы проводим в помощь для больных, как раз таки детей. И я вижу, с каким желанием люди сегодня жертвуют. Но это большое счастье, что они есть. Я всех их искренне благодарю. А что касается фондов, то на Кубани много фондов. И мы всем рады. И, конечно, безусловно, есть фонды крупные, российские фонды, которые собирают огромные суммы денег и помогают ребенку с орфанным заболеванием, например. Или которому действительно нужно много миллионов рублей. Что касается, на что ориентированы мы и на что ориентирован фонд «Край добра». Почему мы работаем с этим фондом? Во-первых, мы говорим исключительно о детях края. Это для нас тоже важный момент. И фонд сегодня помогает деткам, которым помочь по системе обязательного медицинского страхования невозможно. Объективно, не потому, что у нас в крае что-то не так, или в стране что-то не так. Таких детей много во всем мире. И всегда благотворительные организации эту миссию выполняли. Я хочу поблагодарить фонд «Край добра», потому что они даже не наши помощники. Они, безусловно, помощники в первую очередь вот этих детей, которым они помогают. Во-первых, они объективно быстрее нас, если так сказать, шевелятся, что ли. То есть они узнают, в каких клиниках какие операции проходят. Проводят консилиумы с нашими лучшими специалистами и врачами. Знают, куда направить. Ну, объективно делают это быстрее, потому что вот… Живут этим. Да, они этим живут. И мы это просто не можем делать. У нас нет таких полномочий. А фонд делает это качественно, быстро. Поэтому не помогать им просто… Ну, неправильно, я скажу больше. Они нам помогают. И сегодня очень большое количество деток, которым нужна помощь. И инсулиновые помпы закупают сегодня «Край добра». И кохлеарные импланты, на которые стоит огромная очередь. И да, это предусмотрено по программе обязательного медицинского страхования. Но очередь. И сколько ребенок будет ждать этот имплант? Вот в чем вопрос. Поэтому, конечно, мы и сегодня видим, что фонд пополняется. У нас очень много новых партнеров появилось. Я очень рада и я благодарна руководителю фонда. И я знаю, что много делается благодаря тому, как она сама лично к этому относится. Вот дай бог, чтобы так было и дальше. В нашем регионе дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, в принципе, под патронатом руководства Кубани. И работа центров реабилитации несовершеннолетних также под их пристальным вниманием. И, кстати, частый гость таких организаций – губернатор Краснодарского края. Предлагаю посмотреть небольшой видеосюжет. В реабилитационном центре дети находятся до разрешения проблем в семьях. Как они проводят время в АВИСе, показали Вениамину Кондратьеву, губернатору. Провели экскурсию по спальным комнатам, столовой, учебным классам. Кроме того, здесь есть кабинеты психолога, различные творческие кружки, мастерская ручного труда, где воспитанники учатся резьбе по дереву. Ты давно таким занимаешься? Только здесь. Только здесь. Ну и нравится тебе этим заниматься? Молодец. Знаешь, обычно, когда у человека что-то получается, ему руки золотые, но еще душа светлая. Когда душа светлая, очень красиво, всякие поделки выходят. Так что она действительно светлая. Спасибо. Тебе спасибо. После экскурсии воспитанники центра и глава региона собрались за чашкой чая. В непринужденной обстановке дети рассказывали о своих планах на будущее и даже читали свои любимые стихи. Нам и места в Зеленанке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Молодец. Сегодня в Авиасе проходит реабилитацию 21 ребенок. По мнению Вениамина Кондратьева, такие центры – это своего рода островок безопасности, который поддерживает семьи в тяжелых ситуациях. Однако главная задача сегодня не просто разрешать проблему за счет подобных учреждений, а уделить большое внимание профилактической работе с трудными семьями. Самая главная задача – вот эту проблему сиротства не допустить. Здесь надо углубиться в проблему, почему дети становятся сиротами. Какие негативные явления проявляются в семье, являются тем, что они потом не нужны семье или мы вынуждены в семье изымать детей. Вот может быть от той стадии нужно вмешиваться, корректировать и не допускать. Это уже крайняя стадия, когда дети из семьи изымаются. Но здесь надо признать, это тогда общество не доработало. Общество не смогло вовремя среагировать на большую проблему, которая выливается в большую беду. А большая беда – это дети без родителей. Мы ориентируем сегодня службу опеки, которая как раз-таки этим занимается, все-таки неформально подходить к этим вопросам. Потому что не просто пришел, посмотрел, открыл холодильник, а есть еда, вроде обута дета. Все-таки посмотреть, какие взаимоотношения в семье, чем надо помочь, как надо трудоустроить родителей, что им подсказать. И чтобы работали со взрослыми. Мы сегодня, дело в том, что опека, она призвана, по сути, контролирующий орган. Плохо изъяли все, понимаете. Ну, то есть, так подходить однобоко тоже нельзя. В каждом случае это очень индивидуально. В Центре социальной реабилитации несовершеннолетние находятся от 3 до 6 месяцев. После большинство детей возвращаются в свои семьи. Подобных учреждений в крае больше 20. Сегодня у них около 700 воспитанников. Оксана, процитирую вас. Вы говорите, что красота должна служить добру и заботиться о тех, кто лишен родительской любви и ласки. А также о том, что благотворительность – это не просто помощь, но и забота о своей душе. Вот непосредственно ваш фонд «Спешите делать добро» был основан в 2010 году. Ну, а ваши первые шаги в сфере благотворительности начались сразу же после победы в конкурсе «Мисс Вселенная». За этот период вы не подводили ли своеобразный итог добрых дел? Мы в настоящее время планируем в декабре первую встречу наших благотворителей и меценатов, которые помогают фонду. Делаем небольшой фильм о том, что было проделано за эти годы, с 2010 года. За эти 7 лет подводим результаты некие, рассказываем о том, какая была динамика развития фонда. И приводим некую статистику и цифры. И мы хотим показать нашим благотворителям, которые помогают нам, что мы добились. И вот итог в декабре мы будем подводить. В 5 лет, когда мы отмечали пятилетие фонда, я собирала людей, которые за 5 лет помогли фонду. Мы их награждали грамотами. Мы им дарили символ нашего фонда бабочкой. Я сделала такие статуэтки в ладонях бабочкой. И вот мы дарили им эти статуэтки в память о их вкладе в наши дела. А что касается красоты, то здесь, наверное, всего, скорее всего, не внешняя красота, а красота души. Если душа красивый у человека, то он может творить добрые дела и действовать в этом направлении. Потому что внешняя красота – это хорошо, но если она ничего не продуцирует, никак не развивается, не греет никого, она, в принципе, через какое-то время становится неинтересной, холодной и вовсе проходит. Если это не наполнять сосуд внутренний, поэтому она будет холодной и непродуктивной. Скорее всего, этот смысл я вкладывала. И благотворительность, конечно, пришла в мою жизнь через конкурсы красоты и через детскую программу. И когда накопился уже определенный опыт, когда я поняла, что уже письма приходят ко мне на личный сайт, и нужно было как-то структурировать свою деятельность, выразить программы, по которым мы пойдем развиваться. И стали появляться в моей жизни единомышленники, люди, которые хотят приносить пользу другим. И, в принципе, дело пошло потихоньку. Оксана, возвращаясь к теме кинотаврика, не могу не спросить. Хотели бы, чтобы ваши дети стали участниками фестиваля? Замечали ли в них какие-то таланты или у них другая цель? У меня в этом году приехал Федор на фестиваль, и он смотрит на детей. Он у меня парень, который любит петь, это точно. Мы занимаемся с пианисткой. Ну, для того, чтобы... Я хочу, чтобы они знали детские песни, чтобы они были внутри свободны. Чтобы потом, через какое-то время, они сами должны осознать, какое творчество им нравится. Но при этом я должна показать им все возможности, чтобы они сделали для себя свой выбор. Я могу сказать, что Федор любит петь, но насколько он созрел в пять лет для участия в конкурсе, мне сложно судить. Вот. И больше, наверное, он спортивный парень. Мы занимаемся еще и плаванием. А вот Лиза, ей четыре года, еще, наверное, рановато, но она у нас занимается хореографией. Она... У нее есть таланты очень явные в рисовании, помимо хореографии, и в театральные. Ну, значит, однозначно мы их увидим на сцене. Она очень любит, когда я с ней играю, по мотивам сказок. Вот. И я очень явно вижу, если Федор где-то там стесняется, вот, то Лиза у нас очень активна в этом направлении. Ну, посмотрим. Нет такой самоцели участвовать в фестивале, но если они захотят. Или Лиза у нас уже участвовала в концертах, танцевала совместно со своей школой хореографии. И, конечно, сложно в таком возрасте. Поэтому лучше, чтобы это все должно прийти. Потому что для маленьких детей воспитывать в них вот эту атмосферу сценическую, наверное, еще рановато. Вот. Чуть позже вполне возможно. Может, Федор нам что-то споет, а Лиза станцует. Будем ждать. Пожелаем им творческих успехов, как и всем участникам Кинотаврика. Да, спасибо вам большое за интересную беседу. Спасибо вам, Оксана Огромная. Признаюсь, безумно рада видеть вас в нашей студии. Спасибо. Удачи. Напомню гостям нашей программы. Сегодня была президент Международного детского фестиваля искусств Кинотаврик, президент благотворительного фонда «Спешите делать добро» Оксана Федорова. На сегодня все. Будьте в курсе всех событий своего города. И до встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok